Старый егерь Максим Иванович не находил себе места, скоро должен был приехать его сын со своей семьей, чтобы проведать старика. Дима, его супруга Александра и сынок Валерка. Дед не видел внука уже целый год и очень соскучился. А в этот раз их приезд совпал с Валеркиным днем рождения. Двойная радость для старика. Он долго думал, что подарить, ведь жил он небогато и на небольшую пенсию сильно не разгуляешься. Но все же накопил и заказал вертолет на радиоуправление. Все было готово к приему гостей. Дом прибран, ужин приготовлен, печь натоплена. Максим Иванович как раз собирался спуститься в погреб, чтобы достать соленья, но вдруг в дверь постучали. На пороге стояли родные. Внук с разбегу прыгнул на деда и повис на нем, крепко обняв. Дедушка, я так соскучился! Кричал Валерка. Внучок, ты не представляешь, как я скучал! Сказал старик и усадил ребенка себе на шею. Ну пойдемте скорее в дом! Улыбнулся Максим Иванович. Празднование дня рождения шло как положено. Теплый зимний вечер, богатый стол, потрескивающие в печи поленья и душевная семейная беседа. Дети рассказывали деду, какие у них дела, работа, какие заботы в городе, а внук сидел и внимательно слушал. Неожиданно для всех Валерка прервал молчание. Дед, а расскажи какую-нибудь историю про лес, ты же знаешь? Ну конечно, знаю, да не одну. Давай я тебе расскажу самую поучительную. Случилось это лет 15 назад, я тогда и моложе был, и шустрее. В лес ходил постоянно, все проверял, инспектировал, следил, чтобы все было хорошо. Так оно и было на протяжении многих лет. Но именно в тот год по деревням прошел слух, что начали у нас в лесу орудовать браконьеры. Это дяденьки такие нехорошие, которые обижают зверей в лесу. Да не просто орудуют, а прям терроризируют все окрестности. Явно приезжие. Знали, что у нас тут в глуши силы невелики, чтобы их славить. Тем и пользовались. Мы постоянно находили в лесу следы их присутствия, то остатки походного лагеря, то след от убитого зверя. Но встретить их самих пока никому не удавалось. Хитрые и умелые те были. Сколько их человек, никто не знал. А вот так столкнешься с ними в лесу, потом и не найдут тебя. В общем, продолжал я дело свое делать, но вел себя с опаской. Никогда без ружья в лес не ходил, всегда осматривался и прислушивался. И вот в один такой день, совершая свой обход, я услышал несколько выстрелов. Они раздались совсем недалеко, буквально в сотне шагов. От неожиданности внутри похолодело. Я сразу начал прикидывать, что и как. Я понимал все риски и опасности от встречи с бандой этих браконьеров, но мой долг и моя совесть не позволили мне отступить назад. Когда я сделал буквально тридцать шагов, слева неожиданно выскочил молодой медведь. Я даже не успел испугаться, как он рухнул и перестал шевелиться, тяжело дыша и поскуливая. Вслед за ним из-за деревьев показались три фигуры в камуфляжной одежде с ружьями на плечах. Это были они. Я скинул ружье с плеча, выстрелил в воздух, а потом направил на одного из них. «А ну стоять!» — крикнул я. «Ладно, дед, ты только не нервничай!» — ухмыльнулся один из них. Он у них был главный. Морда страшная, глаза темные и стеклянные. Мы, дед, сейчас тихонько уйдем и сделаем вид, что друг друга не видели. Да, нас трое, а ты один. Мы же не хотим, чтобы кто-то пострадал. У меня в голове одновременно крутилось много мыслей. С одной стороны, отпускать негодяев не хотелось, а с другой, что я мог сделать? Он прав, их трое, а я один. Ну стрельну я в одного, а дальше что? Папа, хватит пугать ребенка, не для детей такое, — внезапно прервал рассказ Дима. Как раз для будущего мужчины самое то, зато на всю жизнь запомнит, как делать надо и как не надо, — отрезал Максим Иванович. На чем я остановился? Плохие дядьки начали медленно отступать назад, пока вовсе не скрылись в лесу. Я выждал еще пару минут и, убедившись, что они не замыслили ничего плохого, осторожно подошел к медведю. Он был совсем молодой, судя по всему, только недавно ушел от мамы и начал самостоятельную жизнь, вот и попал по неопытности в лапы к негодяям. Зверь был сильно ранен, почти не двигался и тихонько похрипывал, силы покидали его, но я решил попытаться помочь ему. Я помчался в деревню, несколько километров, и я дома. Первым делом добежал до Васьки, местного мужика, у которого был уазик, и вкратце рассказал ему о случившемся. Немного поколебавшись, он согласился помочь, и через минуту мы уже мчались по лесной дороге. Сказать честно, я не надеялся найти медведя живым, но я бы не простил себе, если бы не попытался. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что зверь еще дышит. Он отчаянно боролся за жизнь и не собирался сдаваться. Мы с большим трудом поместили животное на импровизированные носилки и потащили к машине. Уже по пути обратно мы думали, что делать, и не нашли ничего лучше, как привести медведя к местному фельдшеру. Он ведь людей лечит, значит, и животному сможет помочь. Фельдшер Матвей Степанович был в шоке, но отказать не смог. Проведя все необходимые процедуры, он подошел ко мне и сказал, «Максим, шансы 50 на 50, ему нужен уход. Что делать дальше, решай сам». Я сделал все, что мог. Васька с Матвеем помогли мне уложить медведя в сарае. Я решил так, буду его выхаживать, кормить и поить, а как окрепнет, пусть сам в лес уходит. Поэтому дверь в сарай не запирал. Думал все сохранить в тайне, но какие секреты в деревне. Уже через пару дней все вокруг знали, что у меня в сарае живет самый настоящий медведь. Сначала отнеслись с недоверием и опаской, кто-то даже предлагал добить зверя, но потом прониклись и стали всем селом помогать, кто чем может. Кто молоком, кто мясом, одному такого зверя прокормить непросто. Назвал я Мишку Степаном, регулярно носил ему еду и воду. Первое время он ел потихоньку. Был очень слаб и большую часть времени лежал, спал и набирался сил. И вот в одно прекрасное утро, зайдя в сарай, Степана я не обнаружил. Он ушел, не попрощавшись. Я был безмерно рад такому исходу и надеялся, что зверь больше никогда не попадется нехорошим людям. И что, дедушка, ты Степана больше никогда не видел? Спросил внук. Эх, если бы. Буквально через пару месяцев я опять совершал обход. Я шел по проселочной дороге, мне нужно было пройти довольно большое расстояние. С того случая о браконьерах ничего не было слышно, и все мы немного расслабились, поэтому ружье я брать не стал. Да и вообще пошел налегке, думал вернуться побыстрее. Вдруг сзади я услышал звук мотора и обернулся. По дороге ко мне ехал старый УАЗик. Я думал, что может рыбаки какие, и стал вглядываться, пытаясь рассмотреть сидевших в машине. Когда она подъехала поближе, я оцепенел от ужаса. На передних сидениях сидели те, что подстрелили бедного зверя. Я резко рванул с дороги и побежал в лес. Эти двое остановились, выскочили из машины и с ружьями побежали за мной. Я бежал изо всех сил, но оборачиваясь, понимал, что они меня догоняют, хоть я и был тогда лет на 15 моложе, чем сейчас, но все же не мальчик уже. Я не хотел в это верить, но понимал, что мне уже не уйти, и представлял, что они хотят со мной сделать. В какой-то момент в голове будто щелкнуло, и я остановился, развернулся лицом к своим преследователям. Не знаю, почему я так сделал, может, смирился, а может, хотел в последний раз посмотреть этим негодяям в лицо. Браконьеры опешили от неожиданности, остановились, направили на меня ружье, и начали говорить о том, что пришло время расплатиться. Я понял, что это конец, и закрыл глаза. Внезапно со стороны послышался странный шум и треск веток. Было ощущение, что по лесу несется поезд. Открыв глаза, я в ту же секунду увидел медведя, мощной атакой повалившего обоих злодеев на землю и начавшего их драть. Они кричали, а я стоял, как окаменевший. Через минуту все кончилось, и медведь скрылся в чаще леса. Дед, а что с ними случилось? Спросил Валерка. Они на небеса ушли, так бывает с плохими людьми, что их бог раньше времени забирает, задумчиво ответил дедушка. Страсти какие. Папа, а что с медведем дальше было? Его нашли. С неподдельным интересом спросил Дмитрий. Отстрел медведя поручили нам, местным Игорем, больше то некому. Спустя какое-то время мы отчитались, что зверя не нашли. Сказали, что он покинул свою территорию и ушел отсюда навсегда. С хитрой ухмылкой ответил Максим Иванович. Вот так, ребята, Степан спас мне жизнь, отплатил, как говорится, той же монетой. И если бы не он, я бы сейчас тут не сидел и не рассказывал бы вам эту историю. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.